Привет тебе, любитель пошаговых стратегий, ты слышишь Алексея Халецкого и значит ты на канале Лёша Играет, а Фераксис тем временем сегодня выпустила очередных трёх лидеров для дополнения лидер пасс. Эта тройка называется правители Сахары и собственно включает в себя двух правителей Египта и одного Мали. Начнём с Египта. Рамзес второй, тот же самый, который правил Египтом в пятой циве, ему почему-то дали способность города-государства Аютхаи, то бишь завершая здание вы получаете 15% стоимости производства культурой. Ну то есть здание, например, стоило 100 молотков, значит по его завершению вы получите 15 культуры. При этом способность работает даже если вы покупаете здание, а не строите. То есть купили здание, получили 15% его производства в виде культуры, но этого мало, вы получите 30% стоимости производства культуры при строительстве чуда. То есть когда вы достроили чудо, 30% от производства чуда вы получите в виде культуры. Кстати, всё-таки эта способность покруче Аютхаи, потому что Аютхаи даёт 10% культуры. И если в партии ещё Аютхаи будет, то, собственно, Египет может 25% культуры от здания получать и 40% культуры от завершения строительства чуда. Кроме того, по-моему, у способности Рамзеса лучшая синергия со способностью цивилизации. Плюс 15% к строительству районов и чудес света возле рек, а речные наводнения не наносят урона. То есть, получается, вы на реке быстрее строите районы, в которых потом за здание получите культуру, или чудеса быстрее строите на 15%, за которые тоже получаете культуру. В общем, выглядит неплохо. Слава богу, не такая уберспособность, как у некоторых других новых цивилизаций, но интересно. Второй лидер Египта — это опять та же Клеопатра, только переодетая в Птолемеев. Кто не понимает, что за Птолемей такие, на самом деле это просто фамилия Клеопатры, династия Птолемеев. И Клеопатра на самом деле гречанка, а не египтянка. И я все еще не понимаю, почему они добавляют в игру тех же лидеров, но переодетых в другую одежду. Почему не сделать просто еще одного лидера для Египта, пускай хотя бы того же Тутанхамона, который всего лишь два года правил. И на фоне пускай бы звучал, конечно, Наутилус-Пампилус. Так вот, новая способность переодетой Клеопатры. Ресурсы рядом с поймами получают плюс одну еду и плюс одну культуру, а сами поймы дают плюс одну престижа соседним тайлам. Потому что у всех других цивилизаций, если вы не в курсе, поймы наоборот дают минус один престиж. Ну то есть, если Египет появляется на поймах, а на самом деле у него самая большая вероятность появления на поймах из всех цивилизаций в игре, то, например, если рядом с поймами есть селитра или ртуть или медь, в общем, любой ресурс, то вот он дополнительно будет давать плюс еду и плюс культуру. Ну а престиж от пойм требуется, в первую очередь, для районов, для заповедников. То есть, то, что другим цивилизациям много престижа дают горы, то вот здесь это будет даваться Египту. И мне кажется, что за новую Клеопатру будет интересно поиграть через заповедники. Но тут есть одна проблема, что зависим очень сильно от места появления. Сколько этих самых пойм будет? Очень мне не нравятся способности, которые зависят именно от места появления, потому что они просто могут и не сработать. Ну и, наконец, новый лидер для Мали, Сундиата Кейта, и он вообще-то исторический основатель Малийской империи. Странно, что до этого его не было среди лидеров. У него способность такая. Найм великих людей за золото стоит на 20% дешевле. А рынки имеют два слота под шедевры писателей. Кроме того, сами по себе шедевры писателей дают плюс 4 золота и плюс 2 производства. То есть, нам как бы намекают, что вместе с синергией от способности цивилизации и от уникального района сугубо у нас будет куча денег. Что нам за Малий, играя за Сундиату Кейту, надо будет еще строить театралку и туда закупать на 20% дешевле писателей. Которые нам еще будут давать 4 золота и 2 производства. А так как у Малий как раз минус к производству за рудники, то, возможно, таким образом мы этот минус сможем более-менее нивелировать. Хотя, с другой стороны, в каждой театральной площади вы всего 2 письменных шедевра сможете запихнуть. То есть, это всего лишь плюс 4 производства. Ну, не знаю, надо пробовать, но опять же не выглядит как какая-то уберспособность. Но хотя бы в данном случае за Малий можно как-то и через культуру поиграть. В общем, ваши впечатления от новых лидеров, пожалуйста, в комментарии под этим роликом. Кроме того, в сообществе у меня идет голосование, за какого лидера мне для вас записать прохождение на уровне сложности божество. Обязательно сходите, проголосуйте. Ну, еще можете написать, за кого вы сами сыграете и почему. Спасибо, что посмотрели. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живи Украина. Всем пока. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку.